Добро пожаловать на очередной урок нашего курса. Двигаемся далее, собираем очередную связку, новые движения, новые переходы. Начинаем с топ-рока. На этот раз я использую кик вперед-назад. Форма. Движение хоть и не особо базовое, но при этом довольно-таки простое. Я делаю раз и два. Два. Зацепляю правым носком коленку и чуть-чуть отклоняюсь. Добавляю руки и раз и два. Раз и два. Далее. Отсюда я выхожу, разворачиваю коленку, выношу пятку. Три и четыре. Знакомое движение. Нога накрест, кросс-степ. Три, четыре. Раз и два. Три и четыре. Еще раз. Семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Три и четыре. Левая. Пять и шесть. Семь и восемь. Чуть быстрее. Все вместе. Пять, шесть, семь. Начали. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Семь и восемь. Движения простые, но не торопитесь. Учитывайте каждое положение, форму рук. Следите за картинкой. Двигаемся далее. Коу-даун. Коу-даун я использую для начала базовый. Переход на колено, заднюю подсечку. Бам. Бам. Работаем с ним. И сразу чуть-чуть изменяем. Я делаю так же переход на правое колено. Теперь, когда я веду ногу, опускаюсь на бок. Да, вот я ногу повел. И там сразу опустился, чтобы вам было понятно. Теперь, смотрите. Зацепляю ногу. Разворачиваю чуть-чуть таз. И отсюда поднимаюсь, отжимаюсь. И ноги должны оказаться четко под вами. Вот в таком положении. Постараюсь делать медленно, но при этом без жестких остановок. И. Бук. Как видите, перекат. На бок. И движения ноги уйдут непрерывно. Еще раз. Раз. Два. Три. Раз. Два. И здесь одним движением поднимаемся. Три. На очередь у нас футворк. Сейчас мы не будем двигаться по кругу. Футворк у нас будет такой. Больше in your face. Да. На ориентире на соперника. Итак. Я делаю хук. Дальше. Хук под коленку. Разворачиваю ногу. Бам. При этом сам тоже развернулся. Правую ногу выпрямляю. Левую на коленку держу в воздухе. То есть вот положение. Заметьте, что на полу у меня только прямая нога. Правая. Я делаю. Раз. Два. И разворот. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Возвращаюсь туда же, откуда начал. И отсюда я меняю сторону. Еще раз начало. И в другую сторону. Все вместе. Я делаю еще раз. Правый. Раз. Два. Три. Можно руку убрать. Разворот. На ту же сторону. Четыре. И теперь я перепрыгиваю и делаю в другую сторону. Внимательно. Раз. Два. Три. Четыре. И вернулся на ту же сторону. То есть я делаю в одну сторону до конца и потом меняю сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Окей. В данной связке последнее движение, которое будет выполнять роль фишки, будет состоять из нескольких. Во-первых, я делаю перекат через плечи. Внимательно. Использую левую сторону. Левая нога прямая. Я перекатываюсь по ступне и прихожу на левое плечо. Аккуратно. Опорная рука складывается. Вы приходите на плечо. Больше ничего не касается пола. Носок и максимум плечо. Еще раз. При этом правая нога красиво, широко, прямая, машет по кругу. И. Бум. Дальше я продолжаю мах и меняю сторону. Перекатываюсь с одного плеча на другое. Да? Внимательно. Бум. Постарайтесь, чтобы вот этот вот перекат был примерно на одной линии. То есть ноги делают перекат на 180 градусов, половину круга. Еще раз. И. Если вы сделаете достаточно сильно, вас, как и меня, вынесет сразу на упор лежа. То есть я не остаюсь на правом плече, а я сразу выжимаюсь, используя мах ноги. И не боимся, и правой ногой машем по кругу. Три. Четыре. Бум. И здесь уже сразу делаем какой-нибудь несложный фриз. Например, фриз на локте или запрыгиваем в аэрбэйби. Да? Ничего сложного. Вот у вас руки, и можно прыгнуть, например. Бум. Да? Или, например, бум. Аэрбэйби. Постарайтесь теперь сделать это друг за другом. Перекат фриз. Раз. Два. Теперь попробуем собрать наши неусложненные варианты. Ну а теперь усложняем каждый наш аспект. Стоп-рок, хоутдаун, футворк. Последняя фишка. Начинаем стоп-рок. Перед тем, как сделать кик, я делаю хук на коленку. И. Раз. И. Два. И. То есть движение сместилось относительно музыкального рисунка. Пускай это вас не смущает, двигаемся дальше. Еще раз. Три. Четыре. Раз. И. Два. И. Три. Четыре. Раз. И. Два. И. Добавляю до четверки. И. Три. И. Четыре. В прыжке схлопываем обе ноги в форме такой прямого солдатика. Три. Четыре. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Сложность в том, что ритм быстрый, как правило, в нашей музыке. Делать надо все довольно большой скорости. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Семь. Восемь. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. Не используйте этот кусок часто. Наоборот. Используйте его как интересный момент вашего топ-рок сета. То есть подведите топ-рок к этому моменту. И на большой скорости от тарабанте все четыре счета. Очень быстро, так как я это вам показал. На первый взгляд может показаться, что изменений нет. Но обращаю ваше внимание. Смотрите. Мы делали упор на коленку. Переход на бок. Теперь я делаю залом правой ноги. Да. Видите, я коленку не ставлю, опускаюсь на носке. И при этом не останавливая вращение, сразу же перехожу на бок. Сваливаясь. Да. Аккуратно. И. Двигаю. Одной ногой. Бум. То есть должно присутствовать ощущение такой естественности, органичности, что вы падаете как будто по-настоящему. То есть вы как будто подскальзываетесь. Расслабьте тело и пусть оно естественным образом отклоняется. Еще раз. И. Бум. Теперь я беру больше заход на грудь. То есть ноги у меня теперь не просто ложатся, а я их чуть-чуть приподнимаю за счет того, что я сам перехожу на грудь. И за счет этого я могу их резко опустить и также пронести под собой. Еще раз. Еще раз. Смотрим. Я делаю заход. Хук. 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 Еще раз. И. Переходим далее и усложняем наш футворк. Теперь я перепрыгиваю на сторону и сразу же ухожу хук под коленку. То есть не сюда, как было изначально, а сразу же под коленку. Начинаю. Выбрасываю левую, правую выпрямляю и сразу же увожу под коленку. И. Бум. Выбросил левую, правую выпрямил вперед. Бум. Меняю руки и сразу ногу. Здесь теперь на левом носке перекручиваюсь, ногу отрываю и прихожу вот в такую форму. Вот такую. То есть вот я перепрыгнул и вот здесь я отрываюсь на левый носок. И. Пум. То есть для этого я приподнимаюсь, да. То есть вот отсюда я прямо почти что встаю. Но опять же не делайте это слишком высоко, чтобы не было чрезмерного подъема. Потому что тогда это слишком прервет ваш флоу. Постарайтесь сделать прыжок и сразу разворот. Что-то вроде того. Раз. Два. То есть если вы высоко поднимете слишком, это просто прервет динамику. Сейчас сделаю еще раз. И последним штрихом подвожу ноги к тому, чтобы можно сделать этот футворк на другую сторону. Итак. Начинаю хук налево. И. Раз. Два. И та же нога продолжает. Бум. Разворот. Теперь уже на правую. И отсюда я могу уже прыгнуть в другую сторону. Да. И раз. Два. Три. Такой вот усложненный футворк. Теперь мы усложняем нашу последнюю фишку с перекатом через плечи. А именно я подвожу к этому перекату еще какими-то движениями. А именно я делаю переход через плечо в черепаху в тартл фриз. И я делаю перекат. Руку заламываю, не боимся, под себя на плечо. И сразу же в тартл фриз. И сразу же на нем меняю ноги в широкую разножку. Да. Углом ноги ставлю. Бум. Руку я заламываю прямо вот так вот. Не боитесь, вы аккуратно скатитесь вот по этой части руки. И вот у меня рука. Бум. Правая опора, правая нога на носке. И отсюда я начинаю махать ногой и делать тот самый перекат. Если обратили внимание, сейчас я делаю на другую сторону. Ничего страшного. Его нужно выучить в обе стороны. Это движение довольно-таки полезное. Поэтому не ленимся. Стартл фриза. Отсюда я махаю ногой и делаю перекат. Бум. Также сразу упор лежа. И отсюда также делаю какой-то фриз. Какой-то выход на руки. Может быть заход в пауэр. Кому какую угодно. Еще раз целиком. И. 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 Ну что ж. Все усложненные варианты готовы. А теперь соединяемся вместе. И. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за просмотр, ребят. Постарайтесь, помимо моих вариантов, переходов, придумать свои идеи, используя то, что вы увидели на этом уроке. До скорой встречи.